всем привет давайте сегодня с вами пробежимся немножечко по моим стеллажам с фиалками покажу вам что у меня тут после пересадок неплохо так цветет вот смотрите первый это а в сектор приз как вам похож на химерку цветет уже второй раз и шапочкой нравится мне это у меня джоли тексан какая-то кривая у него розетка я не знаю такие странные жеванные листья но цвет красивый это один цветоносик и здесь вот много цветов не нравится мне тем что он цветет не густо шапку мне не выдает ну ладно пока держу его здесь лео лунная радуга постоянно цветет в такую лошадь превратилась просто неимоверную какую-то огромную здесь моя новинка как бы получше показать это а в небо в алмазах здесь смотрите и фиолетовые фэнтези и белые горохи первое цветение такое хорошее пышное ну а вышек всегда такое пышное цветение нравится мне это эскаволюшка морган свит по туте прелестные такие хорошие колокольчики там химерка цветет ропс лаки чарм очень меня обрадовала в этот раз н яшма селекция бердниковый кто не знает приставка н она конечно не маленькая розетка но очень красивая у нее пестролистность розовая и шапка довольно хорошая пышная главное что цветы очень долго держит здесь у меня такая раскоряка с к перед ой с к пейзаж тумане ой насчет раскоряк мне тут такой комментарий написали немножко с вами посплетничаю я просто смеюсь над такими комментариями на самом деле нету сказали что достаточно любить фиалки и они будут прямые не кривые красивые замечательные будут вам благодарны надо их благодарить спасибо им говорить вот знаете когда вот я такую философию слышу я благодарю фиалку за то что она цветет спасибо ей большое знаете у меня философия немножко другая цветы для меня и ходить благодарить фиалку и ходить просить чтобы она цвела была такая замечательная говорить ой спасибо большое что ты цветешь я тебе так благодарна ну может быть я конечно не знаю как то не так думаю но скажите мне кто придерживается той же философии что достаточно только любить фиалки и никакого труда не вкладывать и они будут тебя благодарить для меня это смешно честное слово а как же труд большой такой каждодневный осмотреть все нужно отвредителей проверить пересадить заглубить и это не раз в полгода а раз в три месяца если с миниатюрными постоянно что-то с ними делать это большая работа еще и ходить и благодарить их ну знаете это уже не про меня так что я конечно долго смеюсь над такими комментариями так дальше это иска новая жизнь морган с роджи долго очень держит свои цветочки и даже вот непонятно испортились они не испортились с как конфитюр что-то он прям даже расщедлился столько цветов мне показал здесь импс фочинут фейри ропс пенни анте это пепперминт геол ну она уже все цветает очень долго у нее стоял букет но уже цветы все полегли кудряшки мои так и не цветут это у меня пестролистный какой-то трейлер речка какая-то по моему на этой полочке все очень скромненько вот просто выбешивает меня вот это вот фиалка макс серинг странгер как-то так и стренджер в общем такая вот оса она все время двоит голову это о том что я криво сажаю мне сказали поэтому у меня фиалки криво растут да я наверное не вижу что я криво сажаю нет они сами по себе начинают кривиться есть такая вот особенность у фиалок вот она видимо пойдет в мусорное ведро потому что если она уже начинает двоить голову все то есть если ты даже посадишь лист от этой фиалки детки тоже будут двоить голову вот какая-то такая странная генетическая особенность то есть ее постоянно исправляешь но вот она на один бок уже и красиво и замечательно я бы с удовольствием не бы оставил этот сорт но вот такая вот не детка попалась которая двоит голову ничего с этим не сделать здесь из к яблоневый сад уже тоже отцвел макс мудрин сапфир вы уже во всех видео его видели не переставая цветет это у меня эрес аквамарин я буду отсюда его убирать и ставить на фитильное окошко потому что он уже разросся как раз там я немножко освободила место кое от каких дублей поизбавилась красивый на самом деле такой дуэт это эска осьминожка у них цвета вот эти голубые идентичные прожилки такие симпатичные но они с возрастом цветок как бы расплывается у него эти прожилки и что у меня тут еще это торонто белл вот к сожалению она тоже кладет свои цветоносы сначала когда она только-только расцветает они хорошо стоят и очень красиво смотрят вверх а потом они постепенно падают это тоже неизменный цветун лил эльф было у меня их много это млечный путь бердниковый на камере очень красивый цвет показывается такой яркий-яркий неоново-синий очередная кудряшка макс пицца пицциката хоть она цветет и здесь немножко а в кисельные берега она уже отцвела тоже с шапкой цвела я вам показывала вам это ле элли тоже все время падают цветоносы к сожалению но мне очень нравится форма цветов у меня нет такой формы расцвела у меня наконец-то сесси-систер я покупала ее осенью по моему маленькой деточкой очень медленно растет вот такие вот хорошенькие розочки с зеленым краем и они очень-очень долго держатся ну и соответственно раскрываются очень долго тоже все уже попадало это к сожалению заспортил у меня кто это ропс бэд джунбак ропс джунбак он должен быть белым по моему с розовым глазком а у меня видите заплыли цветочки и получились все такие розовенькие здесь и скай вредика тоже постоянный цветун это джоли бомбина как-то мне форма цветочков не очень нравится здесь здесь у меня новинка я не помню показывала вам или нет это трейлер вот не помню как называется rose чего-то там давайте посмотрим даже не помню о а вот как назло конечно с другой стороны у меня надпись а розина такой он и подашка к сожалению и вообще очень недолго держат цветочки то есть они не засыхают ничего просто падают сл май перспектив здесь чанта спринг желтенький горная лаванда тоже цветоносы валяются не знаю еще оставляю вставляю эти сорта вот наконец-то энна фаня цветет и что я вам скажу это тоже жуткая а подашка мне недостаточно только листиков я хочу чтобы фиалка еще и цвела поэтому не рекомендую вам этот сорт держать только из-за листиков ну и не знаю я не хочу поэтому тоже наверное буду избавляться котенок гав это кто нес тени флейм такой яркий замечательный и не израстается мне нравится и не тянет черешки как вот он есть компактный так он и есть хороший сорт это кто у меня лунный свет по-моему бердниковый так оставил необычная расцветка я вам уже говорила что только из-за расцветки вот мой любимчик бердниковый ангел мой смотрите какой букет еще розетка не маленькая но и букет крупный star wars никак от двух пасынков не избавлюсь лишних это мак спейсли паттерн тоже это такая приличная полумини но цветы шикарные я не вы вы не